Спасибо, коллеги. Как всегда, блестящий эфир, смотреть Вести необходимо. Тем более, мы живем во время, когда политика стала фактором принятия ежедневных решений. Сейчас уже нельзя проходить мимо знаний о том, как устроена мировая политика и какую судьбу планирует для нашей страны. Сергей, что нас ждет? Ну, нас ждет тяжелая борьба, поскольку в этом выступлении в Нью-Йорке Барак Обам выступал как президент мира, как он считается, властелин, господин мира. И, по сути дела, он объявил нам войну. Я полагаю, что в Украине де-факто развертывается, так называемая, гибридная война Соединенных Штатов против России. Эта война хорошо описана в теории. Сочетание партизанских действий, боевых действий, санкционной войны, дипломатической войны, информационной войны. Посмотрите, какая вахханалия творится. И даже они вот с этими военными преступлениями, они должны знать, мы никогда не потерпим русофобского режима в Украине, который убивает Руссии. Кроме того, я думаю, что Обаме, может быть, его советники не объяснили о том, что миссия России в мировой истории останавливает всех претендентов на мировое господство. Мы остановили Адольфа Гитлера, мы остановили Наполеона Баронапарта, до этого Карла 12-го. Ну, надеемся, что Барак Обама не будет ждать судьбы Наполеона. И все, кстати, да, они шли к нам, прорывались через Украину. Поэтому, конечно, ну, не хотелось бы, чтобы очень большими жертвами, но и, полагаете, знаю, думаю, что адекватность нынешнего Вашингтона, она маловато. Меня, знаете, кроме вот этого выступления Барака Обама, очень поразило его предыдущее выступление, по-моему, в Эстонии, где он сказал, Из России все уезжают, в нее никто не хочет ехать. Ну, это же абсурд. Мы знаем, что в России едут миллионы иностранных граждан. Второе место в мире, куда мигрантов приезжают. Совершенно верно. Более того, для нас это огромная внутриполитическая проблема. Как вот население коренное, так сказать, живет с мигрантами, получается, что Барак Обама не знает о коренных проблемах России. И решается в этих условиях судить о нашей стране. На самом деле, я полагаю, что это во многом неадекватное выступление. Он является марионеткой в руках своих советников и должен привить бы волю. Но не знаю, хватит, что это или нет. А мне кажется, что мы должны быть благодарны господину Обаме. Потому что он, хотя и не пушкинским, прямо скажем, слогом, но тем не менее предельно цинично, немного путанно изложил реальную идеологию, которую исповедует сегодня правящий класс Соединенных Штатов Америки. Нас приучали в последнее время, что этой идеологией является борьба даже не за демократию, а за права человека во всем мире. Почему не за демократию? Потому что, ну, борясь за демократию свергать демократически избранных президентов и поддерживаемых лидеров, это странно. А вот в любой стране мира всегда найдется какая-то группа людей, которые будут утверждать, что ее права нарушаются. И это отмычка, которая позволяет прийти всюду и работать повсеместно. На самом деле, никакая борьба за права человека в идеологию правящего класса США не входит. Они борются только за одно. За права себя и своего единственного стратегического союзника Великобритании. Вместе с которыми они сохраняют монополию в экономике, политике и военной сфере. И информационной сфере еще. Эта монополия во многом основана на финансовом капитале, который они в течение долгого времени создавали. Когда основным продуктом, производившимся самими Соединенными Штатами Америки, были деньги и субденьги. Продукты от денег. Таким образом, они имели замечательную ситуацию, когда они имели возможность, никак не ограничивая себя, менять нарезанную бумагу, электронные нули, реальные природные ресурсы. Я думаю, что да. Серьезно? А у вас сотовый телефон какой? Произведенный в Китае. Конечно, только разработанные в Америке. И операционная система, разработанные в Америке. Купленными мозгами и привезенными из других стран. Но, извините, тем не менее, произведенные там, мало этого, финансовые схемы, вы правильно сказали, придуманы там. Мало этого, интеллектуальный продукт, который потребляет весь мир, придуман там. Мало этого, все образцы вооружения придуманы там. Давайте не будем упрощать своего врага. И тем не менее, это сильный враг. И тем не менее, в 2008 году данная система мира пришла к кризису. Теперь, для того, чтобы оставаться по-прежнему на плаву, сохранить эту систему, необходимы конфликты. Они активно развязывают сами конфликты на Ближнем Востоке. И мы это видим, когда американцы поддержали всех революционеров, выступавших, казалось бы, с антизападными лозунгами. И они точно так же пытаются развернуть новый фронт на Украине против России. Упрощать врага не надо, они, конечно, далеко не дурачки. Я не знаю, что там думает лично Обама. Но выступление Обамы, кроме всего прочего, преследовало следующую цель. Отвлечь внимание всего мира от того, что именно американцы и являются главной угрозой стабильности в мире. Их геополитические эксперименты над людьми, а именно так они к нам ко всем относятся, как к лабораторным крысам, да, угрожают стабильности во всем мире. И не просто стабильности, а жизни каждого конкретного человека. Потому что американцы готовы даже пингвинам в Антарктиде указывать, как им жить, кого избирать. И надо дискриминировать там тюлени или не надо. И именно поэтому, между прочим, они придут и скажут, между прочим, пингвины, вы не того пингвина выбрали, так сказать, главного. И мы, и мы, поэтому мы должны быть в Антарктиде. И поэтому, между прочим... Мало того, у них недостаточно геев среди пингвинов. То есть права геев пингвинов нарушают. Это недопустимо. И именно поэтому, между прочим, Обама с нами, со всеми, поступает как с людьми второго сорта. Посмотрите на тот ряд угроз, которые он выстроил с трибуны ООН. Это же бред сивой кобылы, если так честно сказать. Вирус Эбола. Слушайте, от вируса гриппа больше погибает ежегодно людей. Причем не в Африке, а по всему миру. Дальше. Россия, как он говорит, вторглась в Европу, совершает агрессию против Европы. Но даже по, так сказать, мнению НАТО, на юго-востоке Украины якобы находилось тысячи военнослужащих. То есть тысячи военнослужащих на юго-востоке Украины это вторжение в Европу. То есть это откровенный бред. Дальше идет исламское государство... То есть это меньше, чем количество американских военнослужащих, которые в это время находились на Украине. Дальше исламское государство, которое сами же, так сказать, собственно говоря, американцы прикормили. Посмотрите, они весь мир держат за идиотов. Это же откровенно абсурдный ряд. Они, как и на Украине, кстати говоря, там это делают по их совету, Они выстроят абсолютно абсурдную картинку мира, где все перевернуто с ног на голову. Я готов пояснить, что они хотят. Это просто такая, так сказать, комедия. Нас они держат за идиотов. Сами они, конечно, не так простые, как нам хотелось бы. Я не говорю там про Обаму лично, может быть. Но даже Обама. Вот мы говорим, ну что же Запад делает сам себе ущерб? Ничего подобного. Обама у себя в Америке скажет, да, с Украиной получилось не очень, да, мы с Россией поругались. Но в результате этого мы на себя переориентировали Европу. И это дает нам шанс и стимул к нашему экономическому развитию. И это наш успех. То, что там кто-то погиб, несколько тысяч человек, да плевать нам на это. Это наш успех. Но миллион в Ираке им же было наплевать, мирные жители. Но у нас есть иллюзия, и есть иллюзия насчет того, что мы какие-то особенные. Что якобы на иракцев им наплевать, а на украинцев нет. А это не так. Мне кажется, нашу дискуссию надо перевести немножко в другую плоскость. Мы все обсуждаем, что сказал Обама. А нам нужно обсуждать, что делать России в новой сложившейся ситуации. Для того, чтобы понять, что делать, мы должны понять, что происходит. И я во многом согласен с тем, что говорят коллеги. На самом деле, действия Соединенных Штатов Америки могут показаться нам абсурдными. Но это потому, что они рассчитывают свои шаги не на один шаг, а на три-четыре вперед. Они поссорились со всеми союзниками против России. Напрягают Европу, которая уже от своего василитета стонет. Поссорились с Арабской улицей. Со всеми, с кем можно поссорились. Почему? Они действительно хотят везде посеять хаос, посеять войну, посеять революцию. И вот здесь важный момент. Зачем это им нужно? Их экономическая система, согласен, зашла уже в тупик чисто математически. Невозможно эти долги больше оплачивать. Поэтому им надо разрушить все остальные экономические системы, чтобы их убогая выглядела на фоне всех остальных как манна небесная. Вот что им нужно. То есть им нужно уничтожить все альтернативы. И в этом смысле их действия абсолютно обдуманы. Ну вот давайте возьмем конкретный пример. Смотрите. Муаммар Каддафи, Ливия. Действия Соединенных Штатов абсолютно абсурдны. Они его напрягали несчастного Муаммара Каддафи. Он все время им пытался доказать, что он не может выполнить их требования. Они требуют, чтобы он ушел со всех постов. Муаммар Каддафи доказывал им год, что он не занимает никаких постов и не может уйти. Это закончилась его попытка доказать его убийством, растерзанием. Знаете, это напоминает россияне. Выведите свои войска с Украины. Мы говорим, да вы не вводили войска. Он говорит, это неважно, вы их выведите. Мы говорим, да не вводили вы войска, выведите. И наконец какой-то непонятный пьяный полковник, уходящий, пишет факс. Кажется, войска выходят. На что наши мудро сказали. В следующий раз что, уборщица будет писать от лица НАТО? Докажите, что они были. То есть никого ничего не волнует. Абсолютно верно. Безумные требования. Конечно, они выдвигают требования, которые невозможно выполнить. И в этой игре по их правилам выиграть невозможно. Поэтому, если мы понимаем, что конечной их целью является получение экономических преференций, то мы должны понять, что мы должны перейти в наступление именно в экономической зоне. 100% согласен. Я полностью согласен с своими коллегами, что система международного права на сегодня фактически разрушена. Президент США, заявив себя как президент мира, заявляет о том, что Америке не надо ни у кого спрашивать разрешение для того, чтобы делать то, что выгодно Америке. Я думаю, что в этой ситуации мы должны делать только то, что нам выгодно и то, что нам нужно. Мы должны защищать свои интересы у себя в России и во всем мире, не спрашивая разрешения у товарища Обамы в Вашингтонском обкоме. У нас есть свои интересы, у нас есть братские народы, у нас есть экономические интересы. Мы должны защищать и мы должны защищать права человека, так как мы их понимаем. И что нам нужно сейчас сделать? Мы с 1991 года, где-то с 1989, наверное, односторонне полностью были переориентированы на Запад. Мы смотрели на Запад, как на будущий рай. Мы дожидали, когда мы к ним повернемся, выполним, станцуем так, переоденемся, еще не знаем, что сделаем. Сейчас уже требуют то, что мы уже никогда не сделаем. И нас там обнимут, поцелуют и мы сольемся в экстазе. Но что-то не происходит. Все выполняем, теперь уже требуют то, чего выполнить невозможно. Вывести войска, которых нет. Сделать что-то, а потом, может быть, когда-нибудь они начнут постепенно отменять санкции. Нужно понять, что все, нам объявлена экономическая, политическая, информационная война. Они не пойдут на горячую войну, они боятся нас. Они понимают, что мы можем нанести непоправимый ущерб всем. Но, значит, мы должны жить, опираясь исключительно на собственные силы и на новых партнеров в мире. Мы должны сейчас срочно налаживать отношения дружественные, союзнические и с Китаем, и с Бразилией, Аргентиной, Индией, Пакистаном, Афганистаном. У нас масса Ираном, масса стран, которые готовы с нами торговать, из которых мы ушли, непонятно почему. Мы можем им поставлять не только нефть и газ, мы можем поставлять им и продукцию машиностроения. Мы можем у них покупать. Нам это нужно развивать. Нам нужно развивать свою науку и промышленность, которую мы за 90-е годы уничтожили просто. Конечно, то, что сказал Обама, это беспрецедентно. Всё-таки президент Соединённых Штатов с трибуны Организации Объединённых Наций посвятил приблизительно шестую часть речи, прибрав вдвое лимит времени России как главному разрушителю системы вообще международного права, созданного после Второй мировой войны. Это действительно беспрецедентно. Это действительно можно рассматривать как прямое объявление войны, потому что Россия названа здесь откровенно врагом номер один. Вот у меня полный текст выступления с сайта Белого дома. Но в то же время, понимаете, не надо считать, что это впервые и что когда-то было иначе. Были периоды, на самом деле, когда ситуация была ещё более острой. Обама никогда не скрывал своих политических взглядов. Когда он шёл на выборы, он написал книгу «Дерзость надежды». И там, в числе прочего, он назвал своих героев в области внешней политики. Он перечислил их фамилии. Это были фамилии Гарри Трумэна, Дина Ачисона, Джорджа Маршалла, Джорджа Кеннона. То есть всех тех людей, которые, собственно, выковали холодную войну. Это были люди, которые написали первые планы ядерных бомбардировок Советского Союза, когда у нас ещё не было ядерной бомбы. Было несколько таких планов, и они были близки к реализации. Почему они не были реализованы? Только потому, что опасались, что советские войска из Германии быстрее дойдут до Ла-Манша, нежели мы почувствуем ущерб от первых американских ядерных бомб, было просто мало. А реальность такая существовала. Затем, это действительно холодная война продолжалась, ведь на протяжении нескольких десятилетий. Вот эти идеи, которыми сейчас вдохновляется Обама, они же вдохновляли всю гонку вооружений, вдохновляли вот эту биполярную конфронтацию, нацелили на разрушение Советского Союза. Разрушили Советский Союз, не без нашей помощи, конечно. Но что было после? Конечно, у кого-то была, может быть, эйфория по поводу Соединённых Штатов. Но что делали Соединённые Штаты? Соединённые Штаты расширяли НАТО. Соединённые Штаты подводили свои войска и военные базы к нашим границам. Соединённые Штаты создавали систему противоракетной обороны в Европе. И Соединённые Штаты рассматривали нас как военную цель. Постоянно не было такого момента, когда бы США не рассматривали нас как военную цель. Сейчас в военном планировании Соединённых Штатов есть только четыре страны, в отношении которых планируется применение ядерного оружия. Это Китай, это Иран, который, я думаю, идёт скоро из этого списка, это Северная Корея и Россия. Всё. Очень короткий список. Украина – это просто то, что где сейчас идёт холодная война. Это уже поле боя. И ситуация сейчас, конечно, для нас гораздо сложнее, чем в то время, когда наши войска стояли в Германии. Сейчас идёт война на Украине, и поэтому вызов гораздо серьёзнее. Сразу после небольшой рекламы продолжим это принципиально важное для сегодняшнего дня обсуждение. Напоминаю, вы смотрите программу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в прямом эфире телеканала «Россия» и идёт одновременно трансляция на радио «Вести ФМ». Если вдруг кто-то не успел выйти из машины, может послушать, как у нас тут всё это происходит. Вот вы очень правильно сказали, что надо решать, что делать в России. Вы очень точно сказали, что война идёт всё время, она не прекращалась ни на минуту. Сегодня был момент, когда вот из этой стаи Шерхана, там, шакал табаки, один в Вашингтоне, в Нью-Йорке там бегал, что-то кричал Арсений Яценюк, что-то жаловался на Россию такой недовольный. А в этот момент страшно довольный собой Порошенко давал пресс-конференцию, на который он в прямую сказал, что сейчас очень хорошее время для того, чтобы уже героев Бандера и Шухевича, бойцов, там, уна-ум-со, наконец, приравнять просто к участникам боевых действий. То есть идёт откровенный пересмотр, о чём мы давно говорим. Идёт героизация нацистов. Идёт отказ от Мюрнерского протокола. То есть мы не должны испытывать никаких иллюзий. Для этого мира, который вынужденно был, вынужденно отказался от нацизма, сейчас идёт ренессанс нацистской идеологии. И нам надо не стесняться бороться с этим. Что надо делать в России? Ну, во-первых, ещё раз хотелось подчеркнуть, что санкции и агрессия Запада по отношению к нам никак не зависят от наших действий. Абсолютно верно. Что бы мы ни делали, будут санкции, будут попытки каких-то абсурдных требований, будут давить в любом случае. Это война на уничтожение, на будущее, чтобы Россия не стала сильной, чтобы не стала очередным центром силы. Что в этой ситуации делать? Будут они реанимировать нацистов, покрывать их, не замечать их преступления, конечно, будут. Давайте вспомним, куда убежали нацисты после Второй мировой. Америка, Канада. Как раз туда они и убежали. Сейчас, Бог даст, убегут туда же. Ну, всё-таки в Канаде. Нет, непосредственно Бандера долгие годы работал в Германии. Возникает вопрос, что нам делать? Я опять хотел вернуться в плоскость экономики. Потому что, конечно, мы должны привлекать внимание международного сообщества к зверствам бандеровцев. Но это политик. Всё это должно делаться, мы должны делать максимум того, чтобы преступники были наказаны, чтобы они понесли наказание. Конечно. Но экономика первична. Да, но экономика первична. Если мы хотим, чтобы Соединённые Штаты Америки считались с нами, мы должны сделать им больно в том месте, в котором они чувствуют. Это их кошелёк. Это значит, что мы должны построить систему экономическую, которую они заранее хотят уничтожить, но которая будет более привлекательной, чем их система, которая вот-вот рухнет. Что это такое? Сегодня американский доллар держится на вере инвесторов в доллар. Ну, то есть это, в принципе, он висит в воздухе. Вера ушла, рухнуло всё. Религия, не экономика. Россия имеет большое количество природных богатств. Наша валюта, наша экономическая система может и должна быть подтверждена нашими природными ресурсами. Самое главное, что мы должны сделать, мы должны уйти от эмиссии, которая нам навязана, от формы эмиссии, привязанной к доллару. Только суверенная эмиссия России поможет нам построить эту экономическую систему. Наверное, это правильно. Вы меня, простите, я вот скажу, что у меня давно наболело на душе. В нашем раздолбайстве, в нашей коррупции, в низком уровне производительности, в брошенных детях, в диком количестве мужиков, которые работают в охранных агентствах, непонятно чем занимаются, в вороватом, тупом чиновничестве, когда заходишь в любое заведение, дикое количество непонятных людей смотрят тебя, как пучеглазые жабы, ждут, что-то их поцелуют, чтобы они обратились в прекрасную принцессу. Вы думаете, что Америка виновата? Нам поднимая экономику, эмиссия очень важна, вы правы. Природные ресурсы очень важны, вы правы. Но где производительность труда? Где, наконец, не знаю, научные школы? Где люди, которые заботятся о том, чтобы повысить свой профессиональный уровень? У нас, кажется, на рабочем месте обсуждают, что начальник дурак, а сосед поднимается по службе, потому что либо с кем-то спит, либо чей-то родственник. Народ давным-давно не занимается повышением собственного уровня. Во всем винит Америку. Владимир, у нас хороший народ. У нас хороший народ. Прекрасный, но линейный. Но для того, чтобы повышать нашу производительность, для того, чтобы делать новые проекты, новую промышленность строить, нужны дешевые кредиты, нужны деньги, нужна эмиссия. Надо строить наши самолеты, понимаете? Самолеты в нашем небе должны летать наши, а не Боинги, а не Робот. Можно еще, чтобы они были при этом в оружии и листах? Но для этого, если бы вы строили, вы должны строить свои станки, в конце концов. Опять возродить станкостроение, машиностроение. И для этого у правительства есть все кредиты. Оно имеет возможность субсидировать эти отрасли экономики. Она должна возродать, собственно, инженерную бочку. Заливать постоянно, да хоть золотые потоки, они будут уходить в ничто. Потому что должна быть система. Володя, инженеры, это не пустая бочка, они готовы работать. Вообще, бардак, извините за выражение, он есть везде. Конечно. Даже в Соединенных Штатах Америки, в Европе. Мы знаем, как там работают люди и что там тоже происходит. Всякие там чудеса случаются. Но я бы все-таки сравнил государственный механизм не с бочкой, а с очень большим таким часовым механизмом. Сложный механизм, в котором много разных шестеренок, каких-то деталей и так далее. Государство – это очень сложно. И то, что нам сейчас надо, это реально функционирующее, собранное государство, которое дает хорошие результаты, показывает точное время. Что для этого надо делать? Надо перебрать механизм и посмотреть, что там за детали. Потому что мы смотрим сейчас, слава богу, санкции ввели. И мы сразу увидели, ох, ох, а сколько у нас деталей-то есть, которые могут отсюда вылететь в любой момент. Которые сломаются, их никто не заменит. А давай-ка мы сделаем свою деталь. Может, она похуже будет, но она наша будет работать. Или давайте в Азии купим. Пусть она будет китайская, а не немецкая. Но мы будем уверены. То же самое надо смотреть. Вот деталь, связанная с наукой. Да, вот не хватает здесь того, если бы 5 десятых, и все это пойдет. И оно уже идет. Мы сейчас видим, как поднимается наш военно-промышленный комплекс. Прямо ведь на глазах. Вот то, что продемонстрировала наша армия в Крыму. Да, когда без единого выстрела была реализована фантастически успешная военно-политическая агентация. Посмотрите, 3 гуманитарные груза. В каждом было немало груженных КамАЗов. А ведь они могут не только гуманитарный груз перевозить. Логистика, организация, культура вот этого перемещения показывает всему миру, что, как говорил мне мой преподаватель на танковой кафедре, он сказал, повезло вам, Владимир, весь мир посмотрите. Импортозамещение, мозги, наука, возвращение умов вместо оттока умов, собранные правоохранительные структуры, хорошо дисциплинированные, компактные, хорошо подготовленные вооруженные силы, система союзов, о чем здесь говорили. Это действительно очень важно, потому что, когда ты сталкиваешься с серьезным врагом, и Соединенные Штаты это серьезный противник, с которого своя очень серьезная система союзов, нужна стратегическая глубина. И это обеспечивает нам страны СНГ, страны Таможенного Союза, страны БРИКС, страны Шанхайской Организации Сотрудничества и все человечество, которое на самом деле устало от американской гегемонии и от американской безопасности. Мы должны тогда показать человечеству новую, привлекательную экономическую модель. А у нас пока вся помощь Америке, Украине равна стоимости одного халка в зените. Вот мне бы хотелось, извините, чтобы мы не халкок покупали, при всем уважении к футболу, а чтобы наши государственные корпорации занялись тем, что не тратили деньги неизвестно на что, а сделали хотя бы так, чтобы в России, в каждой деревне был газ, а то у нас этого до тех пор нет. — Кстати говоря, вот это тоже проблема нашей западной ориентированности в 90-е годы. Мы сами создали такую информационную мировоззренческую матрицу, в которой и люди не хотят работать, потому что они грезят какими-то голубыми бассейнами с полуголыми девками под пальмами, дались бы ничего не делать. И негде им работать этим людям, потому что эти предприятия обрушили, потому что мы в свое время сказали, они не нужны, они ничего не умеют производить, мы не можем конкурировать на мировом рынке. И экономика соответствующая, где гораздо легче взять кредит на Западе, что-то купить, быстро перепродать, получить маржу и все, и сложить ее в банк, может быть, тоже в той же Америке или в Европе. — Это следствие нашего отказа от национального проекта, нашего отказа от каких-либо претензий на стратегию, потому что мы решили, что надо жить вот этой потребительской моделью. Еще пару слов об Украине и об Умахтовской. Вот, кстати говоря, это, конечно, деталь, но сейчас на Украине будут закрываться неизбежно большое количество предприятий оборонного, так сказать, комплекса. Они уже практически на грани полного разрушения. Эти люди нам нужны. Они нам нужны. Они могут понадобиться здесь. У нас не хватает кадров. — В этой студии Дмитрий Олегович Рогозин подтвердил ваши догадки и сказал, что уже несколько лет сюда переезжают лучшие украинские компании. — Но я скажу еще... — И будут переезжать. — Это правильно. Но я скажу еще резче. Вы знаете, конечно, Обама произнес свою речь. На нее даже, так сказать, видимо, с вожделением смотрели в Киеве. Но вообще-то эта речь не большой подарок к Украине. Теперь мы точно понимаем, что с Украиной нам стесняться нечего. Вот эти пляски вокруг Украины, что мы сделаем так тогда, американцы, так сказать, нас пожалеют, они оказались абсолютно бессмысленны. Все. Действительно, все маски сорваны. Нам нечего стесняться на Украине после речи господина Обамы. Потому что он показал, что независимо от того, что вы будете делать, мы будем делать то, что считаем нужным. Поэтому там надо брать все, что можно брать. И, может быть, и сами предприятия нам тоже пригодятся. — И есть вот этот момент еще. Мы все переживали, что наша экономика на нефтяной игле. Вот сейчас у больной российской экономики принудительно нефтяную иглу из вены вытаскивают. А значит, организм надо перестраивать и оздоравливать так, чтобы, наконец-то, нефтегаз пригодились внутри страны. Я хотел бы поддержать коллег. На мой взгляд, очень важный момент состоит в том, что мы должны заявить себя, национальный проект, как центр контрсилы. Для этого есть все основания. Еще мир помнит, что единственной силой, противостоявшей Соединенным Штатам Америки на протяжении десятилетий, был Советский Союз. И только наличие двух полюсов в мире выстраивал баланс политики, не допустило ядерную войну. Китай сегодня не решается взять на себя роль второго центра силы. Китай еще во многом внутри себя, продукт внутри себя. Россия, как раз сегодня, заявляя принципиальную позицию, не требуя гегемонии, тем не менее, должна начать собирать вокруг себя все силы, которые не хотят англо-американского гегемонизма. Которые не хотят все свои ресурсы отдавать туда, в одну страну. Это и действительно наша работа с СНГ. Это и расширение русского мира. Не будем этого бояться. И будем говорить это открытым текстом. Это, в конце концов, и наша работа внутри Западной Европы. Потому что хочу напомнить, что в свое время Советский Союз в борьбе против угроз, исходивших со стороны НАТО, опирался на мощное движение за мир внутри западных стран. Далеко не всем там нравилось размещение ракет, выходили многотысячные демонстрации. Здесь прозвучала очень правильная мысль. Соединенные Штаты Америки всюду борются за права человека. А давайте разберемся, как обстоят права человека в самих Соединенных Штатах. Может быть, нам надо дать средства борцам за права человека в Соединенных Штатах Америки, чтобы они начали борьбу там? Чтобы дать средства, надо сначала, чтобы были средства. А чтобы были средства, надо, чтобы наша экономика была бы. Сейчас Николай там короткую реплику скажет. На самом деле, мне хотелось бы развить мысль коллеги. Смотрите, у каждой страны есть внешняя и внутренняя политика. Успехи России начала 2000-х годов были вызваны успехами во внешней политике. Удалось и нефтяные доходы здесь оставить, повысить уровень жизни. Все это было сделано за счет успехов во внешней политике. Вот теперь мы уже не можем достигать успехов во внешней политике, потому что нынешняя экономическая модель себя исчерпала. Она как плуг, как тормоз не дает двигаться стране вперед. Поэтому сегодня мы должны сначала изменить наш экономический уклад. И здесь я буду повторять, еще раз повторю, суверенная денежная эмиссия – это способ создания экономики. Я просто вижу это как один элемент. Я считаю, что надо пересмотреть, надо уже наконец понять, что идеи Гайдара уже завели Россию в тупик, точка. Но для этой цели необходимо понять, какие новые идеи мы можем предложить. В отличие от Китая, мы вообще не мыслим горизонтами. Ощущение, что мы живем от отопительного сезона к отопительному сезону, что унизительно для великой страны. Вы знаете, я полагаю, что сейчас программа, она более-менее все-таки ясна. Вот мы 25 лет мечтали о том, что придут технологии, инвестиции, они нам поднимут. Теперь ясно, что они будут блокированы и не придут. Поэтому мы обязаны сами делать инвестиции, генерировать. И это известная модель, когда государственные инвестиции идут. Это, во-первых, технологии, создается наукой. Нужно дать, наконец, нормальной лаборатории зарплату ученым, чтобы они могли работать. Но сила, вот эти источники роста, я уже сказал, авиационная промышленность, танкостроение, это обязательно должны развиваться, машиностроение, но сила еще и в опоре на народ. Посмотрите сейчас, какой огромный рейтинг у президента, который ясно выражает народную поддержку. Его надо усиливать. И нам нужно сделать так, чтобы при принятии решения общество было максимально подключено к этому принятию решения. 100%. Нужно, чтобы контролировать... Секундочку, посмотрите, молодой, еще доброго. И нам нужно возрождение морали, прежде чем трудовой морали. Не проститутки, прыгающие по телевизору, должны быть идеалом, а настоящие трудяги, инженеры, врачи, учителя. Вот эти люди должны быть героями, на них должны ориентироваться. Ну, блядь, что-то швак. Да, для этого эти люди сначала должны быть. Они, эти люди, есть. Правильно. Люди много, но, к сожалению, почему-то показывают именно проституток по телевизору. Потому что я буду показывать наших генеральных конструкторов, я буду показывать людей, которым очень много лет, и которые будут рассказывать, как им долгие годы не давали себя восстановить. Поэтому дайте возможность героям вызреть, подняться, чего-то добиться. Так вот, Володь, мы действительно должны все сказать большое спасибо товарищу Обаме за то, что он как-то нас мобилизовал. Драйв какой-то появился в русском народе. Но на этом далеко не уйдем. Нет у нас никакого там природного антиамериканизма. Беспомно. Бразилия, Индия, ЮАР, Китай. С ними вместе создавать консорциумы и ставить большие технологические задачи. Новые лекарства, новые самолеты, новые корабли. Это нам нужно создавать вместе в кооперации. И еще. Россия должна выдвинуть привлекательную идею для всего мира. Это не должна быть идея американской мечты. Мы все под них построились и ждем. Ну, когда нам Кока-Колу дадут, когда нам там что-то нальют. Другая, непотребительская идея. Идея справедливости. Идея прав человека. Настоящих, подлинных прав. И эту идею в мире поддержат. Короткая реклама. И мы снова в этой студии. Мы постоянно заигрываем с народом. Но, естественно, мы часть великого народа. Мы говорим о себе с придыханием. Мы себя любим. Но ведь это не мы, а наши деды и прадеды победили в Великой Отечественной войне. Это не мы, а наши деды и отцы запустили первый спутник и первого человека в космос. Наше поколение всего лишь наблюдало страшный развал из Советского Союза в эти 15, сейчас уже больше, государств. Наше поколение должно нашим дедам, прадедам, нашим отцам и нашим детям. Мы должны передать великую страну, а не разваливающуюся державу. Поэтому перед нашим поколением сейчас колоссально ответственность Порошенко сегодня, по большому счету, заявил, что он не президент всех украинцев. Он сказал, что он считает героями бандеровцев и тех, которые воевали под флагами Бандеры и Шухевича. То есть он отказался от подавляющего большинства украинских семей, отцы и деды которых воевали с нацистской чумой. Что должны сделать мы? Вот какие ближайшие шаги должны сделать мы? Для того, чтобы патриотизм не ушел в пустую гуду. Чтобы страна осталась. Знаете, я скажу вещь, которая может показаться странным, но в которую я глубоко верю. Вот что может сделать каждый? Вот прежде всего, откажитесь пить водку. У нас миллионы пьяных под заборевок валяются. Понимаете? Водка это главный враг русского народа, который убило больше, чем все вместе взятые завоеватели. Мы должны стать сильной, здоровой, умной нацией, народом, многонациональным народом. Кстати, здесь надо брать пример наших мусульман, которые, знаете, почти уже не пьют. Мы должны думать о возвращении трудовой морали, возвращении здоровья. Занимайтесь спортом в конце концов. Читайте книги. Каждый хорошо, прекрасно знает, что такое хорошо и что такое плохо. Еще один маленький момент. Мы все знаем в нашем окружении, кто вор, а кто нет. Перестаньте ему руку подавать ворам. Просто вы лично не подавайте им руку. У меня есть стопроцентный способ борьбы с коррупцией. Вот всегда. Если начальник, каждый начальник в своем месте будет всего лишь пользоваться двумя вечными законами. Первый. Делай как я и бей своих, чтобы чужие боялись. Никакой коррупции в стране не будет. Я думаю, что сегодня как раз тот самый момент, когда политическая и экономическая элита должна серьезно самоограничиться. Необходимо отказаться от безумных бонусов, так называемых золотых парашютов. От безумных окладов, которые получают руководители государственных, между прочим, или в прошлом государственных корпораций. Вернуть детей учиться в Россию. И личным примером показать гражданам о том, что они понимают, мы живем в другом мире. Мы живем в мире, где России брошен вызов. А это означает, что мы должны на практике сплотиться. Это сплочение. И самоограничение сегодня расширит возможности всех. И тех, кому принято называть рядовыми гражданами, хотя мне не нравится это слово, рядовые в армии, а граждане это граждане. Так вот, и тех, кто занимает какие-то выдающиеся положения в экономике или политике. Они тоже выиграют от того, что сегодня покажут пример такого самоограничения. Если только министры начнут ходить в районные поликлиники, районные поликлиники станут такого уровня, что не надо будет министром ездить чисто за границей. Я против того, чтобы ругать свой народ. Я считаю, что российский народ – это великая нация, которая имеет великую историю. И я абсолютно уверен в великое будущее. И как показывает эта великая история, мы добивались чего-то, когда ставили перед собой большие цели. Сейчас, больше, чем когда бы то ни было, России надо перед собой ставить очень далеко идущие цели. Надо ставить цели могучего национального рывка в будущее, который действительно выведет Россию в первый ряд самых великих государств. Планеты предпосылки для этого есть. И наш народ очень много сделал за последние годы. Я просто напомню, когда мы вступали в 21 век, мы были 14-й экономикой на планете. Сегодня мы пятая экономика на планете. Благодаря чему? Благодаря тому, что люди работали, люди производили, люди строили. Если в 90-е годы страна разрушалась, мы сейчас по строительным позициям, по строительству квартир, занимаем второе место в Европе, вступая только Франции. Мы построили за последние годы, наши люди построили портовое хозяйство, которого в России не было. Мы потеряли порты, теперь у нас есть порты. Возродилось судостроение. Американцы были первыми, кто создал атомную бомбу. Мы были первыми, кто построили атомную электростанцию. И мы вернулись на рынок атомной энергетики сейчас в глобальном масштабе, и Росатом является крупнейшей компанией. Советский Союз при всех его достижениях ввозил зерно. Россия стала вторым в мире экспортером зерна. Нам надо ставить высокие цели развития. Нам надо действительно готовить людей для того, чтобы они могли решать эти задачи. Нам нужна амбициозная бюджетная политика, которая бы не изымала деньги, которые мы получаем за нефть и газ. И складывала их в американские ценные бумаги, а инвестировала в российскую экономику. Нам нужна политика, которая действительно дает дешевые кредиты, дает предприятиям дышать. И для нашего народа, который на самом деле очень творческий, очень самостоятельный, очень способный на очень многое, надо ему просто не мешать. Ему надо дать решить великие задачи. Это да, но честно говоря, я больше склонен поддержать Владимира в такой самокритике. Конечно, народ великий, история великая, но все-таки эта история действительно не совсем наша. И для того, чтобы достигать высоких целей... Это наша история. Да, и поэтому мы должны... Это не наше с вами достижение. Эта история, так сказать, она, конечно, наша, но это дело не нашими руками. Все поколения россиян создали очень многое. Однозначно, одни создали больше, другие меньше. Для того, чтобы достигать этих целей, нужно упорство. Я, так сказать, напомнил бы фразу Суворова, терпение в бою это победа. Вот одна из проблем сегодняшнего времени, это вот эта потребительская матрица быстрой жизни. Возьми кредит сегодня, получаешь то, что ты хочешь получить, дальше тебя ничего не касается. Придется ломать вот эту мировоззренческую субкультуру потребительскую. Так жить невозможно. Невозможно жить короткими перспективами. Нам надо научиться строить планы на длинную перспективу. Это касается бизнеса, политиков. Это касается всех. Это касается в том числе и людей. Жить, жить желанием получить все здесь и сейчас любой ценой и ни о чем не думать, это саморазрушение. Вот от этих вещей надо отказываться и в субкультуре, и в информации, и в мировоззрении каждого человека. Я думаю, что нам надо подняться на геополитический уровень. Немножко вот с этого уровня посмотреть на те проблемы, которые есть. Вот если в двух словах, что предлагают американцы? Вот наш президент очень правильно сказал. Американцам не нужны союзники, им нужны вассалы. Подчинение им нужно. Подчиненные люди, подчиненные государства. Что они им предлагают? Они им предлагают в этом хаосе, в бушующем море истории, которые будут сохранить немножечко от того, что у вас есть. Но остальное потеряете, но хотя бы это сохраните. Никакой другой альтернативы сегодня нет. Если мы построим систему, которая предложит то же самое, но только сохранение всего, без потрясений и развития, мы начнем раскалывать этот монолитный западный мир. Мы начнем показывать европейцам, что вам совсем не обязательно, как в анекдоте, мыши плакали, но продолжали есть кактус. Вы можете развивать сотрудничество с Россией, умножать то, что у вас есть. Арабский мир. Вы можете вкладывать свои деньги в экономику России. Вот это мы должны строить. Именно альтернативную экономическую модель. Вот тогда у нас все получится. Я думаю, что хватит каяться, хватит заниматься самобичеванием. Мы великий народ, у нас великая история. Нам нечего стесняться. Мы должны гордиться собой и своей страной. И ставить перед собой великие задачи. Восстановить стратегическое планирование. Закон уже есть. Нужен специальный орган, который будет иметь мощные полномочия. Персональная ответственность каждого должностного лица за полученное, ворученное дело. Ты министр, у тебя были конкретные поручения? Отчитался? Не справился? В отставку, в лучшем случае. По каждому персонально. И полностью согласен, хоть бы и повторяться, переходить к суверенной эмиссии. Без этого ничего не будет. И продавать нефть не за доллары, а за рубли и в России. Как бы ни вопили нефтянники, пускай они вопят. Им удобнее там атака оставлять. Все здесь понятно. Схема работает так. Схема работает так, что дилеры оставляют доллары там. Не будет никакого вывоза продавать за рубли здесь. И вся выручка будет здесь. Создавать нефтяную биржу в Санкт-Петербурге и во Владивостоке. Переходить туда. Смотреть на две стороны. Со всеми дружить, но никому не пяти земли. Ну что же. Как говорили классики, ваши слова да богу в уши. Хотя в России многое решается и до божественной инстанции. Политическая воля есть. Необходимо ее приложить. Для того, чтобы страна изменилась раз и навсегда к лучшему. И перешла от разрушительных 90-х. Подхватила развитие начала 2000-х. И вышла на новые амбициозные рубежи. Но не забыли об этом сказать народу. Потому что без народа ничего не построить. Большое спасибо вам. Напоминаю, уважаемые телезрители и радиослушатели. Так как параллельно идет трансляция на радиостанции Вести ФМ. Что увидимся в воскресенье. В программе «Воскресный вечер» в 22.00. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.